Очень важна. Привет, Светик! С парковки удачной! Да, у нас тут такие тучи, сейчас, мне кажется, ливанёт вообще, а не по-детски. Прям молния такая. Классно. Рассказываю, я немножечко поделилась своим пониманием про ценность себя, почему я считаю. Почему мы с тобой, да, решили добавить эту тему такую серию эфиров про автономию, потому что ценность, она важна именно для самой автономии. Как её легко проверить, тоже я поделилась, вот, то, что мы с тобой обсуждали. Попробуй прийти сам себе на приём и назначить оцени себя, просто вот возьми, оцени, и ты сможешь это чисто сделать только на автономии. Даже не настолько в сухих днях, именно в состоянии автономии ты осознаёшь. Состояние, да, я бы хотела тут отметить очень важный момент, что люди очень часто путают автономию и сухие дни. То есть это абсолютно разно. Состояние автономии — это внутреннее состояние, которое достигается не только на сухих днях. Ребят, сухие дни — это немножечко другое. То есть ты выходишь на другой уровень сознания, ты что-то как-то переосмысливаешь, потому что у тебя организм отдыхает от переваривания, если говорить простым языком. И начинает у тебя именно приходить другая информация, которую ты раньше не допускал себе, даже восприятием своим. Поэтому автономия, именно да, состояние автономии — это никак не связано с сухими днями. Это именно состояние. И я, конечно, очень благодарна Кристине, когда я тут недавно, мы созванивались с Кристиной, я говорю, слушай, говорю, ну я не могу назначить ценник. То есть мне люди говорят там, например, Свет, дай вот такую-то информацию, проведи консультацию, сколько будет стоить, там ещё что-то. Я всё время говорю, донейшн, донейшн. И я понимаю, что я от сердца это говорю, и мне очень приятно людям помогать, если они действительно в этом нуждаются. И мне доставляют действительно колоссальное удовольствие, если мне потом пишут отзывы. Я, хотя не все их, конечно, выставляю в Инстаграм, нужно будет, наверное, всё-таки выставлять, чтобы люди видели, и, наверное, это как-то помогает им. Может быть, что-то, какой-то отклик они найдут именно тот, который именно их внутренний отклик. Но тем не менее, я Кристине говорила, говорю, вот я понимаю, например, что я занимаюсь там недвижимостью, я чётко знаю, какие у меня идут, какой андерридинг идёт объекта, за что я получаю денежные средства. Я выставляю ценник, у меня ценник не маленький, потому что у меня достаточно большой опыт в недвижимости, более 15 лет. Я знаю подводные камни и так далее, и тому подобное. И я могу спокойно выставлять тот ценник, за который ко мне люди идут. И они чётко знают, что они получат за этот ценник. И я чётко знаю. И мне абсолютно комфортно. А тут я как бы, когда меня спрашивают, например, про ту же автономию, а я понимаю, как бы у меня внутри в голове идёт, что это не работа, это моё осознание себя, это моё хобби, если можно так сказать, это то, в чём я живу. То есть рассказать за деньги, в какой пижаме я сплю ночью, я как бы считала, что это абсурд. А с другой стороны, я понимаю, я Кристине говорю, вот говорю, вплоть до того, что на меня начинают обижаться люди. То есть они мне, например... Это одна самая на себя тогда идёт, да, потому что дисгармония внутренняя присутствует. Ты же отдаёшь свою энергию, отдаёшь своё время, тратишь свой потенциал. Всё-таки энергия, она имеет и плотность. Тело — это тоже энергия. Обязательно. Да, это причём научно доказано, конечно. И когда мне люди пишут, например, свой вопрос в том же Инстаграме, да, то есть я его прочла, вопрос, думаю, сейчас отвечу, сейчас немножечко освобожусь там с детьми, с работой и отвечу. И этот вопрос у меня больше не горит. И я настолько забегаюсь бывает, что я забываю просто отвечать. Не потому что там что-то вот такое, но просто вот с детьми забегалась, потому что там то школа, слава богу, сейчас каникулы начались, то тренировки, то ещё что-то. И мне люди, мне уже два человека пишут, как бы, Светлана, вы зазнались, вы не отвечаете на вопросы. Да. И мне, а мне так неудобно стало. Я думаю, да как будет, как так-то? А в результате получается, что да, я себя обеспечена. То есть я как заработу, позволила. Как заработу я за это деньги взять не смогла, потому что я посчитала, что как бы я, может быть, не те знания могу дать, может быть, ну, именно вот обесценила себя. И если я позволила самой себя обесценить себя, то, конечно же, и люди в ответ точно так же обесценивают меня. Да. И если бы я понимала, что это работа, именно то, что я могу свои знания передать за какой-то другой формат, то есть другой формат, который мне могут дать люди на сегодняшний день, это как бы, ну, то, что шуршит, да, грубо так скажем. Вот. То я бы уже понимала, что я, например, говорю детям, ребята, меня час не трогайте, я ещё поработаю. То это одно. А когда меня дети видят, что я просто сижу в телефоне кому-то отвечаю либо там разговариваю не по работе, то мне самой как бы немножечко неудобно. То есть я у них забрала время, то есть я у них забрала маму, с которой они могут пообщаться, кому-то её дала на неравных абсолютно условиях, да, и получается, что и детям не уделила время, и люди, которые пришли у меня получить консультацию, как правило, без оплаты они не воспринимают то, они считают, что это дармовая информация, которая даётся даром, которую можно получить хоть, ну, как, видимо, вот так вот, которые относятся не так скрупулёзно, как бы, которые платят за это деньги. Самое, что интересно, люди, которые не платят за это, они не могут полноценно принять, то есть, когда они не ценят, они не могут полноценно принять информацию, и у них происходит так вот, просто пролетание мимо, что-то было, что-то не было, и вроде как и осознание приходит, но оно не вовлекается в процесс и не даёт максимальных результатов, вот чем всё дело. Это уже 150 раз понятно на практиках, когда это так работает, да, то есть, я себя не ценю, я тоже тот же самый момент проходила, я себя не ценю, я себя отдала там, где я получаю максимум любви, максимум проработки своей, да, это тоже моя работа, скажем так, и отдала людям свою ценность, но за это ничего не взяла в ответ, то у людей происходит, вот они всё поняли, но они остаются тоже недовольны, потому что результат они, ну почему, но всё же, а люди, которые взрослые, адекватные и спокойно делятся так же обратно, да, даже на тот момент, когда у меня было стеснение относительно и не было понимания, как это работает, они получали колоссальные, максимально высокие результаты от сказанного, считанные буквально вот часы, правда. Вот я в начале эфира рассказывала про девочку Юльку, которая ко мне пришла по своим делам, и мы попробовали ей поправить таз, у неё проблема там, да, и она рассказала, поделилась, и у неё сразу был эффект, потому что здесь произошёл взаимовыгодный бартер у нас с ней, вот, и я прям чувствовала, что мне нужно ей, сама ей предложила, и, соответственно, я силы потратила, да, и в этот день 11 тысяч прилетела, она, о, опачки, ТО готова, она говорит, у меня такого вообще, говорит, за последний там лет, год, там два, у нас сидеть с мамочкой дома не было, говорит, просто, говорит, зелёный свет кругом-кругом, потому что, получается, я с душою, и с душой сама себе, не только к человеку, сама себе, то есть я открыта на все дороги, то есть открыта в космос, в землю, не только на вправо, влево, вперёд-назад, а во все ракурсы, то есть я свечусь без ограничений, вот это и есть ценность себя, светиться во все ограничения, и убирать эти страхи относительно обмена изобилием в плане шуршащего плана, потому что они любят текучесть, шуршащие денежки любят текучесть, эту ценность, по той причине, что это такая же энергия, и если она не течёт, вам любой банкир скажет, зачем вы держите деньги дома, они к вам перестанут приходить, потому что их нужно класть, вкладывать, неважно вкладывать куда, в труд, вкладывать в людей, это тоже ваш труд, это наша работа, любой результат учителя, да, у ученика, это его труд, это его отклик, отклик чего? ценности себя, это ценность себя, когда есть ценность себя, идёт максимальный результат, и эта потоковость, получается, увеличивается с каждым разом, и приходит отклик у энергии изобилия, она начинает течь, беспрерывно, здесь есть очень такой маленький секрет ценности себя, ценности времени своего. Да, 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 я с этим абсолютно согласна, потому что я отследила ещё такой момент, что у меня в один день две девочки попросились на консультацию, говорит, Свет, вот ничего не можем сделать, вот не выходит никак, не можем выйти на сухие дни, и одна, как бы сразу же, я сказала, я говорю, у меня времени нет, она говорит, я могу только вот в это время, а я понимаю, что мне нужно ехать по своей работе в это время, и я сразу же соотнесла, что для меня будет ценнее, я понимаю, что моя работа, но отказать мне, вот ей было так неудобно, я говорю, хорошо, консультация будет стоить столько-то, и выставляю ценник, в котором я была уверена, что она мне его не заплатит, и она говорит, я согласна, как бы, мне нравится ваш опыт, он мне резонирует, и я вижу там в Инстаграме, как вы себя ведете, чем вы занимаетесь, говорит, я готова, и я понимаю, что я откладываю эти дела, то есть я переношу на другой день, потому что в этот день уже там не получить соответствующую справку по моей работе, и я ее консультирую, у нас консультация заняла ровно час, то есть она четко отследила время за это, за то, за те деньги, которые она заплатила, четко отследила время, и я ей дала информацию такую, которую, то есть я посчитала нужным, дать именно в ее случае, и следом, через несколько часов, когда я была свободна, я уже заранее договорилась с другой девочкой, тоже у нее подобная ситуация, но мы с ней пообщались, и она у меня как-то даже не спросила, а сколько это стоит, а как, а чего, и мне было как-то неудобно ей это сказать, сколько и чего стоит, и вообще нужно ли мне какие-то переводить денежки, и получилось так, что я им дала информацию, то есть я им передаю свой опыт, и он, естественно, у меня опыта разного нет на сегодняшний день, у меня он один и тот же, то есть я иду по своему алгоритму, по чувствованию и так далее, и тому подобное, вот, и через два дня девочка, которая оплатила мне вот час консультации, она мне написала такой отзыв огромный, она говорит, говорит, то, что ты мне сказала, я всё прописала в дневнике, то, что я ей сказала, я всё отследила, дальше я отслеживаю, вот уже прошла вторая неделя, и она говорит, у меня максимум было 2-3 сухих дня, это максимум, в течение уже, наверное, лет двух, на сегодняшний день, после нашей с ней консультации, она говорит, у меня пошли седьмые сутки, вот она 8 суток, первые свои провела, 8 суток, она из них как бы вышла из сухих дней, но она говорит, я не за жором вышла, я настолько, говорит, осознанно, говорит, провела эти 8 дней, я настолько осознанно вышла из сухих дней, я, говорит, настолько, говорит, словила состояние автономии, говорит, я знаю, что это такое, я больше не пойду в сухие дни, я пойду в автономию, я знаю, что это такое, И она сейчас по-новой заходит, да. А та девочка, с которой мы прообщались час сорок, без оплаты, я через три дня после этой девочки, через два дня после этой девочки с ней списалась, я говорю, как успехи? Она говорит, ну, то, что ты мне сказала сделать, мне как бы некогда. Я потом тебе еще позвоню. И я поняла, что тут уже без слов, без комментариев. Да, no comments, согласна. Самое, что удивительно, это работает кругом. Это работает не только в нашей работе. Ценность себя работает также дома, также на работе, в общении, в отношениях, да. То есть, когда я ценю свое слово, то есть, я четко уверена в том, что я ценную информацию даю, то, что я знаю, что я говорю. Можно говорить совершенно подобную чушь, и тебе никто в ответ ничего не скажет. Я просто поправлю, ты немножко некорректно выражаешься, но у тебя понятно, и люди с большим откликом, вниманием будут тебя слушать, да. И появится результат твоих слов. И твои слова, они будут давать хорошие события, действия и результат. То есть, наш путь, наши слова, которые простраивают, сопровождают наш путь, всегда дают плоды, постепенно. Но на автономии эта обраточка прилетает моментально. Вот. И что удивительно, когда мы себя не ценим, мы замечаем, что у нас не складывается разговор, у нас не получаются переговоры с кем-то, да, общение, у нас не получается донести до кого-то информацию. Мы видим вокруг себя, что есть люди, которые не воспринимают нас, потому что мы не ценим то, что мы делаем, мы сомневаемся в себе, нет глубокой ценности себя. И тогда пространство автоматически даёт ответ. Ага, значит, ты себя не ценишь, значит, то, что ты делаешь, это, ну, неправильно, да, это твой выбор, твое решение, и идёт отражение тебя. И потом нечего удивляться, что в твоей семье тебя никто не принимает с тем же самым сухими днями, с автономией. Это тоже я вот проходила внутри в себе, это легко заметить, когда происходит вначале непринятие, отсутствие ценности себя. А потом ты начинаешь вовлекаться в это. Вот. И после вовлечения, когда ты полностью осознал, да, не сомневаясь, что ты идёшь правильным путём, мой сухой последний вот этот перерыв, меня мамочка потрогала по спине, погладила, мамочка, которая армянка, которая любит кормить и выражает любовь через еду, да, она сказала, так что ты у меня ничего не ешь? Какая ты у меня молодец! Я прям, я прям удивилась, у меня глаза на лоб полезли. Вот такие моменты иногда проскакивают, да, то, что она говорит, а я вот, там, представляешь, сутки почти не хотела курить. Для меня самой так удивительно, я наблюдала за собой, она наблюдала за собой. То есть это говорит, да, уровень, когда не я за собой наблюдаю, когда моё отражение меня начинает наблюдать за собой. Когда не я принимаю себя, а моё отражение принимает себя. То есть тот человек, который принял мою ценность, он принял ценность себя, как моё отражение, и получил максимально результата. То есть он отразился, я отразилась в нём, и у него всё идеально получилось. Это опять же, вот, про ценность обратно возвращаясь, денег и услуг. Повторюсь, когда я себя принимаю, то идёт автоматическое принятие моё отражение. То есть я принимаю, понимаю, что стоит именно ценность какая, да, здесь. И идёт автоматический отклик. Но когда потрачена моя энергия, она взаимовыгодна, потому что если не проплатить, да, не потратить обоюдное количество энергии, обоюдное количество заботы, любви, как у нас бывает с близкими, да, они нам платят энергией, потому что деньги — это тоже энергия, то, соответственно, этот человек, если мы полностью к нему как-то относимся, со всей открытостью даём себя и ценим себя, то у него идёт откаточка, брешь, и пуля в затылок, либо в спину, и у него всё может порушиться и разрушиться, потому что он просто вывалится с вашего пространства, так как есть ценность себя. А там вы не нашли, получается, этот человек не нашёл отражения, мы не нашли отражения в нём. Вот, не произошла состыковка. И здесь нужно не думать про то, что, может, что-то я не так делаю, да, а смотреть, наблюдать со стороны, как ценность отражается в общее количество людей, ценность себя, и тогда происходит перепрописывание, да, программа перепрописывания всего окружающего мира вас. Люди, они фильтруются реально на те, которые себя ценят и не ценят, и получается, вроде как находишься в одном городе, да, но разномыслящие люди могут не встречаться, не пересекаться, потому что есть чёткое убеждение, что вот у меня это так, но у другой человека так. Это же как Марс и Венера, они же не стукаются, но они внесут пользу один и другой, правильно? Вот, поэтому за каждым выбор принимать свою ценность, да, отказываться от неё, откатываться от своих результатов, значит, да, и всё время бодаться с этим непониманием, для чего мы делаем ценность себя. И самое, что интересно, свет, согласись, когда происходит ценность себя, ощущение, что какое-то напряжение уходит, хотя, казалось бы, напряжения не было, а вдруг откуда-то происходит ещё больше погружения в релакс, такое счастливое состояние, что, ну, наконец-таки, как будто бы я вот дотронулся сам до себя. Я вот это с этим, наверное, вот сравниваю. Когда приходит ценность себя, я дотронулся до себя, и у меня вот счастье не именно за вот ценность, которую получаешь от людей, а что, да, я справилась, я приняла, я смогла, и меня человек услышал, у него будет 100% результат, вот, и такое прям состояние, я дотронулась до себя, то есть я прошла это состояние, это днище, это дно, когда идёт непринятие этой ценности. Я ещё могу сказать, что вот это вот принятие, когда ты себя тотально принимаешь, вот особенно вот в состоянии автономии, это настолько становится твоим естеством, что оно распространяется, просто вот всё захватывает вокруг тебя. И это состояние, оно просто необычное. То есть когда я, например, там голодала, была на сухих днях, была в какой-то краткосрочной автономии, то я могу даже вот сказать по своим детям, то есть они у меня прекрасно знали, что, например, когда они заболеют, нужно убрать еду, чтобы организм быстрее справился, чтобы там что-то подкорректировать, нужно облегчить состояние еды. Они у меня там знали, что я, например, что я там кушаю, что не кушаю, когда я не кушаю. То есть для них это было своеобразное такое состояние игры переменчивое. Сейчас, когда я вот в этом тотальном принятии себя, вот в этом вот состоянии автономии, настолько поменялось всё вокруг, настолько моё окружение, вот это вот приняло моё состояние, что у меня, я смотрю по своим детям, у них начали пропадать вот эти вот детские, или вот у меня старший ребёнок, у него сейчас начинается переходный возраст, но он настолько его становится, он его настолько принимает естественно, то есть глядя на меня, он может, когда его что-то раздражает, если он раньше мог что-нибудь там психануть, ещё что-то, ну подросток, то сейчас он абсолютно спокойно, он говорит мне, «Мам, поехали, покатаемся!» Да, у меня так же. Мы тоже приближаемся к переходному возрасту, и мой старший сын, он более разумно начинает распоряжаться своим временем, точно так же. Так, а меня слышно? У меня что-то как-то, как отключился телефон. Да, да, дорогая. Слышно, да? Вот. А начала про сына как раз говорить. Ах, попробую. Выставить. Вот. То он сейчас настолько вот в тотальном принятии не только меня, моего образа жизни, но и себя, и это так настолько вот становится гармонично, то есть у меня что младшие, что старшие, они становятся как будто бы на другой виток спирали своего жизненного пути. Они настолько в принятии каждого момента, то есть если раньше, например, они могли сказать, «Ой, дождь, нечего делать», то сейчас они могут со мной сидеть, смотреть в окно и, не знаю, размышлять там о каких-то планетах. И я понимаю, что вот это вот именно принятие себя, принятие моего окружения, они приняли себя, приняли своё окружение. И вот это вот тотальное принятие именно как отсутствие обесценивания себя и своего окружающего мира. То есть оно выражается вообще абсолютно во всём. Когда ты начинаешь ценить себя, то, что с тобой происходит, то вот эта вот она ценность, такое ощущение, что это как вирус, который заражает всё вокруг. И настолько у тебя становится вот это всё вокруг тебя многозначительно, настолько оно становится важным, что ты вот в этой важности у тебя даже не получается себя принизить. То есть ты настолько вот в этом вот, не знаю, там шикарном, восхитительном мире живёшь, что ты даже не можешь себе позволить того, чтобы обесценивая себя, ты обесценишь всё вокруг. И тебе от этого даже становится как-то нелепо. Это вообще такое состояние, это просто восхитительно, мне кажется. Это всё понять и принять. Я вот ещё дома подбирала, пока ты говорила, и просматривала, знаешь, как будто пространство, это состояние чистоты, это состояние, когда ты уходишь от иллюзий. уходишь от иллюзии о том, что ты что-то там неполноценный, что ты там что-то ещё не можешь дополучить и так далее. То есть ты проходишь дно, ты чётко понимаешь, что в этом мире люди, да, и этот процесс мира, он ещё создан из взаимообмена, этот взаимообмен происходит энергетически регулярно. То есть, когда нет взаимообмена, да, то, соответственно, происходит затор, пробка, да, и при отсутствии взаимообмена, вернее, при присутствии взаимообмена, хочу сказать, когда есть ценность у меня и есть процесс взаимообмена энергии, а у этого человека отсутствует, да, то он вываливается с нашего пространства, он, получается, не отражает его планомерно, да, вот, и эти иллюзии, они как бы чистые, они распространяются как дым, как туман у других людей, вот, и они погружаются, становятся более спокойными, более спокойный ум, то, что происходит у детей, да, это не вопрос денег, это вопрос именно ценности себя. Да, у меня также со старым, он стал более ответственным и более ответственным маленький, да, ребёнок, это сказывается на поведении, на работе их, с учёбой, это их работа, мы всегда говорим, детки, вы ходите в сад и в школу, это ваша работа, да, и здесь вообще отсутствуют какие-либо проблемы тогда у детей, у детей, у которых отсутствует проблема в садике, в школе, таких, ну, практически нет, меньшинство, это иначе в возданности внутренней родителей, да, это от ценности себя происходит, вот почему происходит, то есть, но есть такой момент, чтобы к этому прийти, нужно проработать свои границы, то есть, прорабатываешь, где ценность моя, а где ценность другого, чистота взгляда, иллюзия уходят, да, и ты осознаёшь, что мне это легко даётся, я легко это дам, а это не моё, и ты легко это отпускаешь, ум не включает своё эго, вот эта чистота иллюзий, вот это перетягивание каната, оно позволяет взглянуть ещё глубже, чем на тот момент, что деньги — это зло, что благодарность — это зло, что деньги — благодарность — это разные вещи, нет, именно здесь должно присутствовать понимание того, что это внутри живёт в нас, и позволить этим границам выстроиться, вот это мой огород, и я за ним всегда следила, да, за своим огородом, и если я его отдаю, да, то я могу растратиться так, настолько хорошо, да, когда мне становится неприятно, и мои плоды уже перестанут быть полезными, они перестанут давать пользу, человек не получит как твоя девочка пользу, да, на консультации эту, потому что она ценность не проявила, вот, и, соответственно, внутреннее состояние наше начинает возмущаться, мне нужны ресурсы для того, чтобы продолжить ухаживать за своим огородом, да, здесь никакого ограничения сознания нету, это взаимообмен энергиями идёт, вот, и да, человек, он по своей сути, даже когда автономен, он становится постоянной энергией, да, частицей энергии, столбом энергии, который создаёт эту энергию, то есть в чём разница, да, в обычном человеке и в автономном организме, то, что человек включает ядерный, синтез, холодный синтез ядерного реактора, такого, да, сердце вырабатывает много энергии, кровь, как печень, очень хорошо очищенная кровь, и она сама вырабатывает все витамины, вот, именно печень, и мы сами производим это, но чтобы наше пространство было чистым, мы не позволяем сюда зайти другим, которые находятся в иллюзии, в непринятии себя автоматически, автоматически, потому что мы себя принимаем, и они автоматически отсеиваются, и когда, вот с этим потоком энергии мы её создаём, да, когда мы чувствуем отсутствие ценности, когда мы чувствуем отсутствие ценности себя у других людей, вот, то если раньше момент, когда я не принимала себя и свою ценность, я могла сконфузиться, как-то, да, подумать, что-то здесь не так я делаю, то сейчас есть спокойное просто отпускание, ну, значит, не сегодня, в другой раз, и не с тобой, это не про меня, это тебе нужно, а не мне, моя ценность нужна тебе, потому что я знаю, что я максимально могу дать результат здесь, и это чётко прорисовывает очередь к тебе, как у меня с массажами, у меня, как только появляется свобода время, она максимально забивается, потому что люди получают в короткие сроки максимально хорошие результаты, по той причине, что я прям вот, ну, с такой любовью, с такой внутренней проникновенностью отношусь к тому, что я делаю, и я ценю, и я знаю, что эти небольшие вещи, которые я делаю по времени, массаж в теле именно, это как телесопрактик, простраивающий рельсы, фундамент для текучести более лёгкой, тонкой энергии, и всё сразу простраивается, и я понимаю, насколько это серьёзно и глубоко, я совершенно спокойно заявляю о ценнике, и говорю, ребят, да это вообще ещё просто, ну, даром, правда, то, что я делаю, просто я как бы с большой любовью отношусь к вам, и я знаю ваши границы, да, поэтому я могу кому-то сделать меньше, кому-то больше ценник, но по сути я ценю себя так, настолько, насколько я ценю свой результат, будто я сама к себе, я вообще ищу человека, который могла прийти и получить тот же комплекс упражнений, тот же комплекс массажа, чтобы не сделали, да проработали, мой любимый копчик, мой таз, это вот такое. Ну да, вот после того, как ты сказала, во сколько бы ты себя оценила, я когда сидела, и я слышу постоянно о своих детях, что они говорят, мама, таких, как ты, больше не существует, ты такая у нас умная, такая красивая, ты знаешь ответы на все вопросы, и я потом, когда начала думать, думаю, а вот если вот в начале своего пути, когда я только начала, даже не автономить, а искать способы излечения от своей болезни, я понимаю, что если бы на тот момент мне попался бы такой человек, хотя бы приблизительно, как я, я бы уже в том состоянии, не пихая в себя столько гормонов, я бы уже на том уровне сознания, даже не на таком, который у меня сейчас, где какую-то информацию я получила, какой-то свой жизненный опыт, опытное знание ко мне пришло, я бы, наверное, на тот момент даже заплатила такие деньги, которых я сейчас даже не могу озвучить, и я это прекрасно понимаю, и после того, как я вот это вот осознала, сколько бы я заплатила себе за свою консультацию, ты знаешь, у меня очень много людей, которые ко мне просились, они как-то само собой вот ушли, потому что, видимо, я им даже ничего не озвучивала, но, видимо, вот настолько вот эта вот энергия сработала, что я именно готова дать вот такой пласт информации, который не все могут на сегодняшний день его даже принять. Вот это вот так осознала я после именно того, о чём мы с тобой поговорили. И когда ко мне обратился мужчина, буквально два дня назад, наверное, я ему сказала, да, вот у меня будет столько-то времени свободного, и вот столько-то вот я готова у вас принять. И после того, как мы с ним прили, и какую отдачу от него, сколько я ему дала эмоций и знаний, столько же и он мне дал. И когда он мне заплатил в два раза больше, чем я ему озвучила, и он мне сказал, говорит, Свет, не надо, возьми лучше, ты, говорит, вот мне, говорит, действительно, ты столько дала, сколько, говорит, я просто не ожидала. Я, конечно, выложу потом, попозже немножечко его отзыв, он у него очень коротенький. Я не выкладывала, потому что, не знаю, там с матом. То есть там такой позитивный, классный отзыв, да он просто весь напихан матами, что он в таком был в восторге. Но там настолько, настолько я после него прочувствовала, думаю, ну вот действительно, мы настолько вот обесцениваем себя, мы живём вот этими шаблонами, да, как нас учили там вот дети 70-х, 80-х годов. Других годов не знаю, не буду брать, да. Как нас учили деньги, это зло. Богатые, они все воры. И всё в таком духе, что хорошая информация, она должна быть, если это правдивая информация, она должна даваться без оплаты. То есть добро, оно приходит в лёгкости и в такой вот без денег, то, что это должно… Всё, что приходит с деньгами, — это зло. Деньги — это грязь, деньги — это зло. И вот эти вот наши шаблоны, вот эти вот наши программы, после них выстраиваются целая-целая череда твоих вот этих вот неудач, неудачных наработок, неудачных опытов, за которые ты потом цепляешься, думая, что вот это так оно и есть. Но ты даже раскрутить не можешь, почему это, откуда это взялось. А когда начинаешь копаться в своём надсознании, подсознании, когда ты начинаешь вот эти вот пласты поднимать, это очень хорошо поднимается на автономии, после седьмого, девятого дня это очень хорошо всё всплывает. Почему это очень сложно автономить так долго? Потому что когда ты начинаешь вот это вот видеть, тебе это очень сложно принять. То есть ты с этим жил столько лет, и к тебе это настолько приросло, тебе приросли те люди, которые так говорили, ты с ними был много лет согласен, а теперь ты понимаешь, что это не так, и это отпустить действительно очень тяжело. Это вот ты просто отрываешь с корнем некоторые моменты некоторых людей, некоторые свои восприятия, некоторые свои прожитые годы, ты просто их, получается, вырываешь, потому что это было не то. И это очень тяжело. Это действительно вот эти вот пласты, когда они поднимаются, то, блин, ну с этим надо работать. И если ты один с этим работаешь, то это действительно тяжело, поэтому ты немножечко откатываешься назад. Но это правильно. То есть ты должен дать себе время, немножечко, чтобы у тебя устоялось, немножечко сделал откат, хорошо, проработал ситуацию, пошёл дальше. И поэтому это классно. Вот те люди, которые проводят марафоны, те люди, которые проводят длительные марафоны, это тоже классно, потому что ты прорабатываешь это не только сам с собой, ты прорабатываешь это с наставником, со своим, со своим куратором это прорабатываешь. Ты видишь то, чего не можешь увидеть ты, чего не хочешь увидеть ты, я бы даже так сказала. И это, да, это настолько вот колоссальная помощь, это настолько вот классно. И я видела, что тебе писали, там какая-то тётенька тебе писала, что она тебе несколько вопросов в директ задала. И ещё мне написали вопрос, не знаю даже, как на него отреагировать, то есть мне задали вопрос, говорит, готовы ли вы взять небольшую команду из человек трёх-пяти и работать с ними в течение полугода. Я не знаю пока, как реагировать на такое предложение, то есть полгода. Я, конечно, спросила, что имеется в виду, что значит вот эта проработка, это полгода быть полностью в автономии, либо полгода идти к автономии, либо полгода очищать своё сознание и прийти к какому-нибудь. То есть вот это полгода, это должны быть какие-то критерии того, что люди хотят получить за этот промежуток достаточно длительный. Не знаю, написали ли тебе ещё вот по этому поводу, вот хотелось бы тоже у тебя это уточнить, узнать и вообще как ты относишься к такой информации. У меня просто женщина спросила, очень понравились ваши эфиры, откликается у вас всё, что вы говорите, когда будут ваши марафоны. Я очень хотела бы участвовать в марафонах. Уже дважды писали мне. Я говорю, мы только сегодня думаем об этом. Вот. У меня сейчас девочки, которые у меня в чате присутствуют, вот смотрю, пишут, давно спрашивают про мои медитации. Я делаю ещё медитации очень глубокие. И кто любит делать, проводить медитации, добро пожаловать, пишите в личку. Провожу медитации именно на уход вовнутрь в себя, потому что, оказываясь внутри в темноте и в себе, да, в состоянии, в центре себя, мы находим свой свет. Мы находим свет, свою осознанность, мы её раскручиваем, увеличиваем и даём ей путь в жизнь. И от таких медитаций происходят колоссальные изменения в жизни, наполнения, здоровления. Вот. И знаешь, я натолкнула меня, на какую мысль ты сейчас говорила? Времени мало, я, правда, не смотрела, когда ты начала. О том, что мы говорим сейчас про любовь к себе. Насколько я люблю себя и ценю себя. Вот именно состояние порхания и принятия ценности себя это часть, именно большая часть этого вопроса о любви к себе. И когда это присутствует, никто не скажет в округе, что ты что-то не так сделала. Потому что есть полная ценность себя. Будет всё так, как ты хочешь. То есть, вот это вот дно, граница переломная, да, где ты ищешь свою границу, ты проходишь, и ты понимаешь, что на самом деле, вот я думаю, да, сравниваю сейчас в голове, облако, оно даёт жизнь. И облако, когда не даёт воду, оно считается безжизненным облаком. А когда облако не даёт жизнь, когда оно не наполняется? А почему оно не наполняется? Потому что облако не производит дождь. Это цикличный процесс ценности, ценности, которые распространяются, правильно сказала, как вирус, оно распространяется в округе, и замыкается, и становится твоей атмосферой, твоим окружением, твоим окружающим миром, твоей планетой. И ты здесь живёшь, и ты автономен здесь, ты цикличен, ты ценишь себя, люди вокруг ценят себя, и у всех всё хорошо, и это происходит уже на автомате потом уже, автономно. Вот. Но с большой любовью к себе и к другим людям на одинаковом уровне, потому что дерево не может давать, не может не давать плоды, но если даёт плоды, то оно должно поливаться кем-то, да, дерево должно быть в уходе, и ему так же должна течь энергия. А как это происходит? Это происходит взаимовыгодно, да, то есть дерево упало, там сгнило, витамины получило, и всё это пришло. И здесь, соответственно, у нас такой же обмен энергии, ценность себя происходит тогда, когда я понимаю, что я циклична, что я могу прийти к себе, такой же, как к себе, и получить то же самое. И насколько я могу это получить? За какую цену? А как я могу оценить слова, которые я говорю? Насколько важны вещи я говорю? Именно ценность своих слов даёт возможность отклика других на твои слова. И тогда другие будут ценить и уважать вас. Это мы не только про деньги, мы говорим про уважение, про любовь к себе. Я поняла, это именно вот с этим тоже очень глубоко нужно прорабатывать и доносить до людей. Мы с тобой, по-моему, хотели провести эфир по страхам. Да. Потому что меня очень много спрашивали, что такое страх. Но это очень большая и обширная тема. И вот в марафонах эта тема страха и принятия себя, любовь к себе, она обязательно будет, потому что без этих тем ну это просто всё остальное, наверное, настолько обнуляется. Ну вообще, ребят, я вам скажу так, что вот мне кажется, что вот мы родились здесь не просто… То есть мы родились из рождения — это жизнь. И поэтому чем больше мы говорим о жизни, о познании себя, о принятии себя, о любви к себе, то есть ты — это есть окружение. Принятие себя, любовь к себе — это любовь ко всему окружению, это видеть другие краски, это чувствовать другой аромат, это говорить с другим человеком другими словами. То есть это ты настолько наполняешься сам своей любовью, что готов её просто разливать на всё окружение и на других людей. И это так классно. И об этом нужно обязательно говорить. То есть у нас люди почему-то очень любят говорить про что-то плохое. То есть вот это вот ты сделаешь, будет вот такая-то плохая реакция. Вот это вот ты сделаешь, будет такой-то плохой ответ. Нет, вот это вот ты сделаешь, будет вот это плохо. Который выстраивайся в тени, да. И настолько вот этот вот негативом, негативом, негативом… Блин, ребят, если мы будем говорить о прекрасном, то есть у нас его… У нас изобилие прекрасного. И если мы будем его говорить, то мы будем о прекрасном говорить прекрасными словами, и нам это будет прекрасно прикрепляться. Да. И это настолько вот интересно, и вы увидите, что вот если ты там… Ну, грубо говоря, если у нас, да, основная тема автономии, что если вы съедите огурец, мир не схлопнется от этого. Вы просто для себя вынесете какой-то определённый урок, который нужен вам на данном этапе. Проработка… В этом нет ничего плохого. Своевшивость. Да. Человек выстраивает в себе ограничения и отказ от чего-то для начала, чтобы познать себя. Потому что мы, мы есть дети Создателя, мы часть его энергии, и нас связывает всегда, я говорю, что нас связывает с нашим Творцом. Вот буквально подумайте секунду-две, уже в эфире мало времени, люди начинают перечислять любовь, там что-то ещё, да. Ну, на самом деле, что нас связывает? Незнание. Мы живём в познании себя. Мы живём в познании себя через клеток, через свой опыт, он через нас. Этот процесс цикличен. Это нормально, когда вы выстраиваете в себе границы, да, мы их преодолеваем, мы придумываем себе новые какие-то там всевозможные преграды, да, турниры, марафоны мы проходим. Но сила в том, и важность в том, чтобы мы имели результат всегда и наслаждение, и углублялись в практике познания себя, в любви в себе, в ценности себя. Вот. Да-да-да, абсолютно верно, абсолютно я согласна. Потому что если нет познания себя, если нет интереса, когда пропадает интерес, тогда пропадает интерес к жизни. Тебя не существует, то есть ты перестаёшь существовать в принципе, как объект, как субъект, как какая-то единый разум, как душа, не важно что. Но интерес, именно интерес, интерес познания, интерес познания себя, интерес познания через себя, Это то, что нами движет, это и есть наша жизнь, да. Да. Ребята, на такой классной ноте давайте закончим. Наши ограничения, правда, и страхи простраивают такую модель жизни каждого из нас. И отказ от них очень важно научиться, в общем, научиться этой манере поведения отказываться от своих страхов. И мы этому будем не раз касаться своих эфиров. Я не знаю, насколько растянется эфир, да, про страхи. Можно будет много рассказывать, примеров приводить. Но полноценно научиться этому можно будет только на марафоне, правда, потому что там и практики идут, и общение, и передача опыта. И опять же начала эфир с того, что наши макрофаги имеют излучение, имеют определенное сознание, и мы как бы делимся своим микробиотами, микрофагами. И правда, когда общаешься с тобой, Света, после этого еще больше углубляешься в практику автономии. Мне также говорят после работы с ними, что вот там я дольше не ем, я прихожу к вам на йогу не потому, что ничего не могу, потому что я именно у вас получаю эффект, потом не еду с утками. И это передается именно через свечение, через энергию, опыт. Можно просто прочитать, можно принять это с энергией и сразу передать опыт энергетический. Потому что знание — это теория, а практика — это сила. Это уже опыт. Это и есть знание. Опыт — это и есть знание. Давайте тогда в следующий раз, да, Светик, до страхов, до ограничений, до следующего эфира. Всем любви, всем изобилия, всем блага. Спасибо вам огромное. Спасибо огромное. Светик, люблю, целую, обнимаю. Давай. Пока-пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok